Продолжим криминальную повестку. На Соликамском магниевом заводе произошел инцидент с гибелью сотрудника. Как сообщает трудинспекция по Пермскому краю, слесаря ремонтника прижала опускаемым через монтажные проемы грузом. Самостоятельно выбраться работник не смог и скончался на месте. Расследование трагического случая продолжается. А обзор других ЧП к этой минуте сегодня подготовила Елена Джан. Лена, здравствуй. О чем стоит рассказать? Приветствую, коллеги. И начну сегодня с самых громких поисков. В Соликамске наконец-то задержали лихача, сбившего семью на пешеходном переходе, сообщает паблик ДТП Соликамск со ссылкой на местную госавтоинспекцию. Громкая трагедия 29 августа. Отец, мать и 20-летняя дочь возвращались домой из сада, переходили дорогу. Соликамец даже не притормозил перед переходом и сбил их. Мать погибла на месте. Дочь скончалась в больнице. Выжил только отец, но и у того переломы. А водитель бросил машину в северной части города и скрылся. Перестал появляться в соцсетях. Поиски мужчины вызвали огромный резонанс в регионе. Искали его повсюду. И вот, наконец, нашли. Обстоятельства пока не разглашаются, но мужчина 1994 года рождения задержан. Если что-то станет известно, мы сразу же постараемся рассказать. А вот в краевой столице неадекватный мужчина едва не убил человека из-за непонравившихся ему татуировок, сообщает Ура.ру. Случилось это неподалеку от ночного клуба «Парнас». Управляющий баром закрыл заведение и отправился домой. Рядом с мусорными баками он увидел истекающего кровью парня и оказал ему первую помощь. Вызвал медиков. Пострадавший остался жив. Как оказалось, к парню начал приставать неизвестный мужчина, требуя пояснить смысл татуировок и сказать, где тот сидел. А потом сломал горлышко у бутылки и перерезал ему горло. В СУ СКР по Пермскому краю информацию о произошедшем подтвердили, обвиняемый найден и заключен под стражу. И снова к теме мошенничеств. Пермское отделение Банка России сообщил о новом способе обмана. Как и раньше, мошенники сообщают о сомнительных операциях, якобы совершаемых по счету или карте. После этого пытаются получить личные данные человека. В случае успеха крадут деньги. А вот новшества. Для придания достоверности мошенники стали присылать сканы якобы своих удостоверений сотрудников Банка России с логотипом и печатью. Иногда они используют фамилии реальных работников банка, которые они нашли на сайте ЦБ. Банк России напоминает, что не работает с физическими лицами, как с клиентами, не ведет их счета, не звонит им. А его сотрудники не направляют никому копии своих документов. Ну и завершу сегодня историю спасения. В Нытве мальчик спас собаку, упавшую в реку. Рассказала об этом в соцсети местная жительница. Женщина случайно оказалась на месте и стала свидетелем спасения и даже помощником юного спасателя, которого зовут Ваня. Сперва они попытались вытянуть собаку за лапы. Затем мальчик спрыгнул в речку и начал толкать собаку снизу. Четвероногого друга удалось вытащить. Что ж, Ваня, ты настоящий герой. И на этой позитивной ноте сегодня закончу. Продолжение следует...